так ребята вот пришли сейчас на стенд скане у них здесь представлена модель r410 посмотрим внешние бросается в глаза сразу вот этот датчик и так понимаю адаптивный круиз-контроль вчера у ребят спрашивал мне сказали что здесь рядные 6 цилиндровый двигатель у этой машины и зеркала в отличие от mercedes обычная не знаю на самом деле насколько удобно вот электронные эти зеркала их также надо будет забрасывать закидывать грязью то есть здесь вышел помыл протер и поехал дальше а там как будет не знаю также баки сцепное ну в принципе тут и все какие-то блоки управления видно подходят на такие шины противооткатной башмаки предлагаю с внешним осмотром закончить и перейти вовнутрь этого красавца и так ребят вот мы оказались скане которая недавно смотрели снаружи хочется показать органы управления здесь у нас идет управление всем светом подогрев зеркал складывание зеркал регулировка зеркал настройка блокировка стеклоподъемники хочется обратить внимание на руль он намного приятнее чем в мерседесе здесь идет адаптивный круиз-контроль то есть вот этот блок отвечает за круиз здесь управление уже по меню у нас к сожалению доступа к приборной панели ключи от машины нет мы не можем посмотреть что у нас все выключено полностью хотя нет вот экран запускается мультимедиа да здесь сейчас покажем какой комфорт для пассажира здесь у нас идет тоже управление светом уже внутри салона юсби аукс климатическая система еще и избе ручник здесь у нас вот то удержание в полосе то есть достаточно очень приятно на мерседесе не нашел здесь вот так вот регулировка руля осуществляется то есть он регулируется и по вылету и по и по вы воздухом и по вылету и по наклону да надо так но он давай теперь посмотрим по эргономике здесь один спальник в машине в мерседесе было два тут дополнительные места секции для хранения и по качеству то есть мерседеса здесь даже не крашеная было тут три таких здоровых ящика где можно все расположить также здесь у нас такие маленькие кармашки крючки для одежды так есть для чтения светильник также органы управления светом это как ты думаешь что такое это игре это наверное обогреватель до автономный мне почему-то кажется это на и на автономный обогреватель вполне возможно вполне возможно управление музыкой да также здесь есть телевизор ребят это вообще пушка телевизор здесь у нас стоит кофе-машина здесь у нас стоит микроволновка и здесь у нас тут ящик для документов и прочего то есть еще полезно просто так вот столик столик вот вообще легким движением руки и все и все и столик сложен да у нас здесь еще есть ящички мерседесе они как вот здесь вот расположены но здесь более удобно сделано подстаканники под всякую мелочевку здесь вот классно также идет держатель для смартфона или планшета у кого что собой имеется то есть это все не двойное стекление ну тут и так достаточно тихо в кабине так далее у нас здесь сейчас мы посмотрим дальше здесь идет холодильник и еще один рундук да ну не рундук это назовет какой-то ящичек для хранения все с фиксацией так это у нас поднимает поднимает спальное место здесь еще огромное количество места куда можно сложить все необходимые необходимым есть подлокотник принципе так что у нас здесь розеточка еще идет так у нас здесь есть и подогрев вот он и вентиляция также регулировки сидения то есть наклон спинки наклон подголовника здесь идет боковые поддержки все воздушное также в двери еще есть полезное место для хранения но и по материалам по качеству отделки намного приятнее вот таких здесь в mercedes опять же мы видели с вами электрическую шторку классно классно а здесь тоже есть такая да то есть но есть вот такие еще козыречки от козыречки от солнца до можно закрыться это наверное игры режим чтобы поспать то есть когда ты встал на стоянку закрыл и никого не видишь ты никто не видит тебя тут у нас сверху еще так сверху а вот сверху у нас есть наверное тоже до управления люком и люк больше чем марсе это точно вот сервоприводом то есть открываем закрываем так что еще здесь есть интересно давайте посмотрим по высоте вот здесь вот я достаю тут пониже кабина но в комфорте это нисколько комфорте это нисколько не сказывается тогда посмотрим тут еще есть внимание обратить на выключатель массы тут два выключателя массы и селектор кпп передачи мы включаем сейчас так вот и вот так вот задняя передача вверх-вниз передачи плюс-минус в ручном режиме переключаются вот так вот ну и дополнительное управление в общем скане такая стоит примерно 12 миллионов рублей но машина просто это сверх топовая просто сверх топовый автомобиль также здесь есть управление вот пневмоподвеской вперед и зад чисто на машине я так понимаю это управление уже платформой то управление платформой шикарный автомобиль вот приборная панель здесь цифровая цифровой экран и аналоговые приборы замечательно очень комфортно очень приятно машина хороший шумоизоляция и сиденья приятно очень обивка но тут уже наверно дело вкуса кому что нравится но скане это самый дорогой автомобиль вот в плане тягачей и цена понятно разная то есть если сравнить mercedes он дешевле скане намного дороже опять же как намного на по-моему вот эта машина стоит 12 mercedes стоит 9 смотрите делайте выводы сами скане очень приятный автомобиль всем спасибо за просмотр этого эпизода давайте двигаться дальше